Меня зовут Марианна, мне 61 год. Где-то уже год, как мне все, достаточно регулярно говорят о том, что Марианна, как изменилась осанка. У меня и настроение, и легкость, и энергия. Поздно, никогда ничего не поздно. И влюбляться даже в любом возрасте, как говорится, полезно. Я хочу сказать, что помогает все. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы начали заниматься йога критического выравнивания и как она вам помогает в жизни. Сначала я представлюсь. Меня зовут Марианна, мне 61 год. И я сначала познакомилась с не все йога критического выравнивания, а сначала познакомилась с Марией. Так. С Марией, это с моим преподавателем сейчас. И мы с ней познакомились на очень интересной практиках гавайских. Мы занимались гавайским массажем, танцами гавайскими. И это тоже была отдельная история. Но постепенно я стала ощущать, что мне, конечно, чего-то этого маловато. Хотя до этого тоже было много практики. Кстати, было много вариантов йоги. Но почему-то мне вот мое тело как-то, ну, не очень это все нравилось моему телу, потому что там, опять-таки, для моего тела и для меня было слишком много усилий надо. Слишком много как-то, ну, как-то все через усилия, через напряжение не наказалось. И вообще как-то вот, ну, не принимал мой организм этих всех практик. И вот Марина, значит, в один прекрасный день привозит мне планку. Привозит мне планку и просто мне так вот говорит, давай, говорит, полежи на планке. А приехала она ко мне домой. И я легла и поняла, что вот это вот мое. По той же причине, что это казалось настолько вот сразу по ощущениям приятно. Это настолько расслабило вообще мои все вот эти мышцы. И реально это было удовольствие. И как это, думаю, вообще, как так можно? Бывают же чудеса на свете. Думаю, вот, да, вот просто лежишь, ничего не делаешь. А идут такие, в общем-то, я такая человек тоже чувствительный, а идут такие очень глубокие процессы, я это чувствую. Прямо вот как оно там все начинает расправляться, и все как-то вроде каким-то образом чудесно встает на свои места. Ну, вот я полежала на планке, я ее, конечно, сразу приобрела. Потому что, ну, как же, такая простая, такая простая штука, как работает. Ну, не сразу я, конечно, пришла на занятия. И я дома все примерялась к ней. Я примерялась, я на ней полежу, иду. Чем больше я лежу, тем больше меня тянет. Вот со мной это в первый раз. Потому что чем больше я как-то свое тело начинала куда-то увлекать какие-то упражнения, тем больше оно, как мне говорило, нет. А тут оно мне все да и да, да и да. Я так это все, значит, полежу, и главное дело потом ощущение. Вот встаю, даже просто лежать на планке, ничего там не делая. Вот первое время я просто на ней лежала. Я встаю, у меня вообще совершенно другое состояние. То есть какой-то легкости вообще не только в спине, а вообще во всем теле. У меня и настроение, и легкость, и энергия, что самое главное для меня, потому что у меня в природе своей не очень много энергии. Я какая-то такая вот, ну слабенькая в этом плане. А тут реально я встаю, у меня энергия. Мне хочется что-то делать. У меня настроение. Хотя я склонна к таким каким-то немножко. Особенно при сезоне, вот сейчас там. У меня настроение. Хочется делать. Не побоюсь от слов, хочется улыбаться. Прекрасно. Хочется улыбаться. И для меня вот это, для меня это самое главное. Вот это вот состояние. А потом постепенно, значит, Марина, значит, мне предложила прийти в этот центр. Я не очень люблю ходить на занятия, но я, наверное, поняли, я такая немножко, такая. Это как-то разгильдяй. Такой разгильдяй. Ну, хочу сказать, когда я пришла в ваш центр, я в него удивилась. Честно. Потому что, ну, это так все вообще, так все продумано. Я просто немножко занимаюсь там дизайном, я немножко там в стилистике, я еще немножко в актерских курсах, я такая творческая. Потом я это все могу оценить по достоинству. Это не просто так пришла, вроде как хорошо. Я смотрю все нюансы. Насколько все продумано. Насколько все эстетично. Насколько все приятно. Вы же понимаете, о чем я говорю. Очень много было вложено. Да, да. И это чувствуется. Гландиум был не только материально, сколько вот именно было вложено вот этой вот эстетики такой вот. Именно вот такой настоящей. И когда я пришла в центр, и все вот еще увидела, тут мое тело и моя душа вообще сказала, да, тебе сюда надо. И вот я теперь хожу, я не могу сказать по своей природе, что я делаю это регулярно, но для меня, для моего, для моей натуры, это, в общем-то, достаточно часто. Я бываю там, ну, не каждую неделю, но там два-три раза я бываю месяц. Но все равно это протяженно. Да, для меня это вообще очень как бы занятия такие, потому что я обычно как-то так ко всем занятиям отношусь. Очень так вольно. И результат, конечно, я ощущаю в первую очередь вот мне, как женщине такой все-таки творческой, я много где бываю, для меня важно, как я выгляжу. Конечно. Я вижу, и мне говорят, что у меня поменялся санка. А как давно вы занимаетесь? А занимаюсь я где-то уже, наверное, около года. Да, где-то с прошлого года. Все жизни не так уж и долго. Не так уж и долго, но результат-то какой. А до этого я много чем занималась, а результат вот такой. Ну, он был такой, малозаметный. Но я хочу сказать, что я заниматься стала приходить сюда где-то в течение вот уже около года. А до этого я, как я рассказывала, я дома немножко все-таки лежала на планке. У меня был этот период, где-то в течение нескольких месяцев, когда я дома занималась. И тоже был эффект. Где-то уже год, как мне все, достаточно регулярно, говорят о том, что, Марианна, как изменилась санка. И когда я выступаю там где-то, да, у меня там бывает, первое, что я спрашиваю, не то, что как я там правильно, я там текст сказала, еще что, как я прямая спина. Мне говорят, что у тебя такая классная спина вообще. То есть вообще просто ты так, такая иметься. Партнера вообще сделали комплимент. У тебя, говорит, какая-то шея стала. И такое вот это, вот это самое как-то вытянулось. И так как это очень молодо, как-то вот это все, вот так маложаво. Вот у тебя все здесь, вот здесь почему-то у меня так говорят, маложаво, как у тебя здесь все выглядит. Ну, мне это, конечно, приятно, потому что я вообще такая люблю, когда мне говорят такие приятные вещи. тем более, когда я для этого явно делаю. Да, я же не просто так у меня делала, это появилось. Конечно. То есть не зря. Все не зря. Все не зря. Результат. Так вот первое, главное для меня, да, главное для меня, вот эта вот осанка, которая изменилась. Здесь не только планка сыграла роль, потому что мы стали углубляться на занятиях с Мариной, да, мы стали использовать валик. И я поняла, что валик, это вообще, то есть, это еще, казалось бы, проще вообще там, ничего свернуть, я думаю, сворачиваю, пока нет, я даю это приобрести обязательно. Я сворачиваю там, ну, что-то, так вот, да, что-то покое. С логенцей иногда там, одеяло у меня здесь такое йоговское, оставшись от предыдущих занятий йогой. И этот валик, он, конечно, тоже вообще, я бы сказала, чудеса творит. Потом я пошла дальше, используя эти материалы. Я приобрела локбендер. Серьезная? Это серьезно, да, я поняла, что я серьезно начну этим заниматься, уже, как бы, развивляйство мое, стало потихоньку, значит, уходить на второй план. Я приобрела бендер. Это все от тела, то есть это же... это не я, я придумывала ничего там, что надо там, мне вот, как раньше я делала, я себя заставила, надо ходить, надо делать. То есть здесь вот, как я приобрела на планку, мне мое тело сразу сказало, да, да, потому что, потому что здесь нет усилий. Это настолько все просто, без усилий, без напряжений, а эффект потрясающий. И вот бендер мне теперь еще помогает. То есть я дома, но тоже не сразу, постепенно, потому что там уже немножко другие манипуляции, но я начала его использовать. Я хочу сказать, что помогает все. Помогает все, все это дополняет одно к другому, все это очень гармонично, как бы, соединяется. Ты переходишь с планки на валик, с валика на бэкбендер. Потом меня потрясают всегда эти конструкции. Вообще, они удивительны, как можно из трех каких-то предметов, казалось бы, очень простых, сидя с необыкновенной конструкцией, которые все еще при этом работают. Очень все правильно. Да, да, да. Для меня это вообще еще очень интересно. Ну, в общем, вот такая вот у меня где-то история, касающаяся этой осанки моей, то, что я вижу результаты, мне говорят об этом. Мы можем там про себя придумывать иногда что-то, но когда тебе говорят люди, которые очень пристально тебя рассматривают, потому что я сейчас занимаюсь танцами и много чем. И для меня важно, вот еще раз хочу повторить, для меня важно, как вот мое тело, как оно там, да, осанка, да. И мне вообще стали говорить, понимаете, что мне говорили, «Ряша, ты там немножко сутулишься, там вот в актерской школе, немножко сутулишься, давай, давай, тебе же надо…» Ну, сейчас мне говорят, «Слушай, ну как классно вообще, у тебя прям такая это, и тут, и тут, и там вообще все». Что касается еще как бы моих таких процессов более глубоких, у меня с тазиобетренными суставами не все как бы было хорошо, я в свое время ходила к Бубновскому, к доктору Бубновскому, ну, я не могу сказать, что он мне не помог, но это было очень тяжело. Это было столько усилий, это были такие физические какие-то упражнения, нагрузки, это было очень дорого, это было очень как бы вот, надо было постоянно, там через каждый день, там в течение нескольких месяцев, и вот я постоянно, я где-то построила себя, это было три года назад, где-то выставила, потому что было очень болезненно, ходить было вообще реально, переволакивала тоже ногу, оно, кажется, смягчилось, но периодически оно как бы мне отдавалось знать, то есть какие-то периоды, вдруг я понимала, что ножка все-таки где-то тянет, что-то недоделано, но вот сейчас, вот уже, да, казалось бы, да, вот казалось бы, уже много времени, но у меня вообще нет никаких сигналов, то есть вообще никаких сигналов нет, все тихо, спокойно, как бы я там себя не крутила, причем, то есть активный образ жизни, боли никакие не вызывают, да, не появляется, прекрасно, и надеюсь, не появится, я тоже надеюсь, что метод будет работать, так что, спасибо, в первую очередь, хочу сказать, спасибо методу, спасибо учителю, который это все вообще изобрел, я считаю, что это просто какие-то чудеса, вот надо же, вот человеку такое вот пришло, вообще удивительно, удивительно человек, благодарность ему вообще огромная, и то, что метод работает, то, что вот он и все, это, да, реализуется, как бы, его намерения, так понимаю, все-таки реализовались, он же хотел сделать этих людей здоровыми, и сделать это просто, вот, и я считаю, что у него получилось, и, конечно, хочу бы благодарить Марину, вот, потому что она мне, конечно, все это открыло, ну, и, конечно, себя поблагодарить, потому что я вообще-то этим всем пользуюсь, и очень успешно, так что всем спасибо. А что можете пожелать людям, ну, вот, примерно вашего возраста, которые часто считают, что, ну, вот им уже поздно, там, что-то делать со своим телом, уже возраст не тот. Ой, до глупости все это, конечно, поздно, никогда ничего не поздно, не только со своим телом вообще что-то делать, и вообще ничего никогда не поздно, и влюбляться даже в любом возрасте, как говорится, да, полезно. Поэтому хочу сказать, что делайте, вообще, это настолько легко, это настолько эффективно, приходите, делайте, как получится, это не надо, здесь надо ускоряться, здесь все идет само, своим ходом, все постепенно, и главное, что это все очень легко. То есть никаких усилий? Никаких усилий, никакого напряжения вообще, ну, то есть просто вот настолько легко, такое-то ощущение, как будто это все каким-то чудесным образом само происходит. Вот для меня отличие, но очень важно, я думаю, что для людей определенного возраста это тоже важно. Так вот, здесь в этом методе это есть. Поэтому, не то, что рекомендую, я вообще считаю, что это надо делать. Спасибо большое. Просто люди многое теряют, не пользуясь вот такими простыми вещами, какой-то для своего блага, для своего здоровья. Вот есть это, почему-нибудь пользуйтесь. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вообще вот все вот это есть, и то, что это есть в моей жизни. Вот. Очень благодарна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»